Приветствую вас! Речь пойдет о влиянии технологии на творческий процесс. Имеется в виду влияние разнообразной электроаппаратуры, типа компьютеров, фотоаппаратов и всего такого прочего. Чтобы разобраться в этом вопросе, нам нужно иметь в виду, а что является самым важным во Вселенной, какой процесс. Ну и недолго думая, можно сделать сразу же правильный вывод, сказав, что самое важное во Вселенной – это эволюция, эволюционное развитие. А в чем его смысл становится очевидным, глядя на гениальные творения человечества, которые были созданы благодаря трём качествам человека, которых нет ни у каких других живых существ. А именно способность мыслить, способность чувствовать красоту и гармонию и способность творить. То есть эти три качества отличают человека от других живых существ, населяющих нашу планету. Технологии, которые к нам пришли как бы на помощь, зачастую оказывают медвежью услугу. Правда, это многими не понимается и остаётся без внимания. Но сейчас мы проанализируем, как это происходит, и я надеюсь, вы сделаете для себя выводы, и эти выводы будут правильными. Сразу могу сказать, что технология только тогда благотворна, когда она освобождает от рутины для творчества, а не заменяет его. Поэтому предлагаю рассмотреть пример, исходя из которого всё это будет чётко и ясно понято. Так как речь у нас идёт о безобразительном искусстве, на этот раз мы возьмём не живопись, а скульптуру. Просто так будет намного более понятно и очевидно, какая же роль может быть у технологии по отношению к творческому процессу. Итак, представьте себе скульптора, который с детства стремился осуществить свою мечту, а именно стать им. И для этого он постоянно рисовал, лепил, затем закончил высшее учебное заведение, где познал все тонкости изображения путём ваяния. Ну, соответственно, изучил пластическую анатомию и всё остальное для того, чтобы иметь все возможности для воплощения своих творческих замыслов. То есть он занимается реалистической скульптурой. Главным образом его интересует осуществление его творческих замыслов в виде скульптурных композиций. Но также он делает скульптурные портреты, ну и тому подобное. То есть у него творческая жизнь кипит, он выставляется, он востребован, пользуется успехом. И это без всяких технологий. А теперь представим себе, что инструменты, которыми пользовался художник до этого, преобразуются и становятся на электрической тяге. То есть уже не нужно расходовать много физических сил и времени для того, чтобы обрабатывать этот камень, например, мрамор. Благодаря этим электроинструментам творческий процесс идёт гораздо быстрее и освобождает от рутинной работы. То есть в данном случае технология идёт на пользу. Ну и дальше продолжим рассматривать этот же пример. Что же происходит дальше? А дальше спустя какое-то время изобретают 3D-сканер и 3D-принтер. И получается так, что наш художник, пользовавшийся всеобщим вниманием публики и бывшим до этого момента востребованным этой самой публикой, вдруг теряет в мгновение ока всю эту востребованность и всё это внимание. Почему? Благодаря технологии. Потому что появляются умники, которые не имеют ни малейшего таланта, ну и, соответственно, ни малейшего опыта в области скульптуры и вообще изобразительного искусства, но которые могут позволить себе приобрести 3D-сканер и 3D-принтер. Ну и, естественно, нужно же научиться управлять этой аппаратурой, и это единственное, собственно говоря, что требуется. Таким образом, получается, что любой, кому доступна эта технология, может отсканировать, к примеру, человека, ну и, соответственно, воспроизвести его в виде 3D-копии и выдать это дело за скульптуру. То есть в данном процессе нет абсолютно никакого творчества, просто ноль. А что там есть? А там есть просто технологический процесс сканирования и воспроизведения. Больше ничего. Мы сейчас говорим вообще о скульптурных каких-то достижениях, которые являются настоящими произведениями искусства. То есть для этого нужно долго учиться и изначально иметь некоторые данные в виде таланта, чтобы его развивать. Ну и в результате быть способным на осуществление творческих замыслов, которые не ограничиваются просто, например, скульптурными портретами или воспроизведением каких-то фигур, а которые являются способом выражения идей, то есть каких-то скульптурных композиций. Это, как мы говорим сейчас о скульптуре, то есть это могут быть скульптурные композиции, динамичные, несущие в себе какой-то смысл. И художник, на примере которого мы сейчас выясняем, какую роль играет технология в творческом процессе, он эти идеи пытается осуществить. У него много эскизов в виде каких-то глиняных, многофигурных этих самых композиций, то есть он над ними работает, но для их осуществления в реальном масштабе, в том масштабе, в котором он их планирует, ему нужны средства, а средства зависят от внимания публики. То есть при наличии уже 3D-сканера и 3D-принтера у других людей, которые не обладают никакими талантами, внимание зрителей рассеивается на всех этих деятелей. И наш скульптор остается вне пристального внимания тех, кто мог бы содействовать развитию его творческих замыслов. То есть что это означает? Это означает, что наш скульптор, если он раньше выставлялся где-то в галереях и музеях и был центром внимания, ну возможно было еще несколько таких скульпторов талантливых, вниманием необделенных, но теперь при наличии 3D-сканера и 3D-принтера любой может воспроизвести любое 3D-изображение любой живой формы, например, того же самого человека, и выдать это за произведение искусства. Но зрители, так как они ничего в этом не понимают, могут ходить по выставке и восторгаться, причем еще даже в большей мере восторгаться вот этими 3D-копиями, чем какими-то более, возможно, обобщенными, динамичными скульптурами того скульптора, о котором мы говорим. То есть люди по большей части концентрируют свое внимание ввиду своей не очень большой образованности в этой области, концентрируют внимание на какой-то детализации или на максимальном сходстве с реальностью. То есть такая 3D-копия может произвести гораздо большее впечатление на простого человека, который не очень разбирается в искусстве. И получается так, что среди этих людей, среди этой многочисленной публики, естественно, есть потенциальные покупатели, меценаты, коллекционеры, которые могли бы содействовать развитию творчества того скульптора, о котором мы говорим. Но их внимание рассеивается на другие подделки. Поэтому скульптор оказывается уже вне пристального внимания и, соответственно, шансы на реализацию его творческого потенциала тоже значительно снижаются. Потому что люди начинают покупать этих истуканов, таким образом делая инвестиции в технологию. Потому что те, кто производит этих истуканов, они только их и могут производить, потому что никаких творческих замыслов у них просто нет и быть не может. Потому что у них не было никакого творческого пути, никаких предпосылок для начала этого творческого пути. Просто есть технология. То есть в данном примере видно, что технология может просто зачеркнуть возможность реализации творческого потенциала. Ну и если дальше порассуждать, что же может произойти дальше? Скульптор, о котором мы говорим, наверняка поймет, что происходит и тоже, возможно, приобретет такой 3D-сканер и 3D-принтер. Но так как человек по-настоящему творческий и талантливый, он, используя даже эти инструменты, будет вносить какие-то корректировки, улучшения в то, что, так сказать, появляется благодаря этому 3D-принтеру и 3D-сканеру. И, естественно, не будет оставлять надежды на осуществление своих творческих планов в виде каких-то скульптурных композиций, выражающих его творческую мысль. Но, как я уже сказал раньше, шансы на реализацию его творческого потенциала будут значительно снижены, и он вынужден будет доказывать на словах вот этой всей публике, что он независим от 3D-сканера и 3D-принтера, что у него есть творческие идеи, что у него есть эскизы, что он всю жизнь учился, чтобы воплотить эти эскизы в больших размерах, в виде больших скульптурных композиций, что он не имеет никакого отношения к этим штамповщикам 3D-копий, а является человеком, для которого самое важное в жизни это реализация его творческого потенциала. И объяснить это ему будет, этой публике, достаточно сложно, потому что, к сожалению, уровень образованности не позволит этой публике сходу все это понять. Поэтому и требуются, собственно говоря, такие длинные объяснения, чтобы хоть кто-то что-то понял. Так вот, то, о чем я только что рассказал, в полной мере относится и к другим видам изобразительного искусства, в частности, в живописи. Но так как в скульптуре более очевидно показать, что технология может на все 100% вытеснить возможность реализации творческого процесса, я и привел этот пример. Теперь, принимая во внимание все вышесказанное, и возвращаясь к тому, что я сказал в самом начале, а именно, что самый важный процесс во Вселенной – это эволюция, и смысл этой эволюции заключается в развитии человеческой способности чувствовать, мыслить и творить, то получается, что технология в данном примере отсекает возможность развития этих человеческих качеств. То есть она в данном примере имеет антиэволюционный характер. Поэтому нужно четко понимать, когда технология может освободить от рутинной работы и дать больше возможностей для творчества, а когда технология просто вытесняет это творчество и не дает возможности развитию творческого потенциала. Надеюсь, вам будет над чем подумать. Всем творческих успехов. Пока! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!